Новогодний Берлин. Мы с вами в Сони-центре. Здесь, как всегда, декорация идентичная каждый год. Видимо, закупили те же самые декорации и выставляют их. Один и другой всегда те же самые. Ну, немножко местами меняют их иногда. Вот эти вот декорации стояли в прошлом году с другой стороны. Но все равно настроение праздничное. Берлинцы благодарны городу за эти декорации. Настроение поднимается. Очень много туристов. Все фотографируются. Вот елочки в этом году по-другому выставили. А я сейчас хочу добраться до Бранденбургских ворот. Там все перегородили решетками. Готовятся к большому празднику. Я видела, что там поставили трибуну. Кто-то будет выступать. В общем, сейчас попробуем поближе подобраться. Но сначала буду проходить мимо горки ледяной. В общем, сниму кусочек. Вот здесь никто не лезет на красный свет. Я жду дисциплины ровно. И мне тоже. Вот хочу показать куски берлинской стены. Здесь всегда люди толпятся. О, какие-то наперсточники новые волны, так сказать. У них какие-то фишки другие. Ну, а эти подставные все на них работают. Вкусы постоянно. В той же окраске. Вот. Вот здесь, значит, новшество последние несколько лет. Все вот эти вот куски стены залепили жвачками. Кому-то пришла такая гениальная идея. Ее подхватили все туристы. В общем, на этих блоках все рисовать нельзя, похоже. Все залеплено жвачками. Вот. Пойдем поближе. Вот. Это куски желательной резинки. Вот мы идем в ту сторону. Прямо-прямо-прямо. Здесь, значит, посольство Канады. Или генеральное консульство. И там уже можно видеть вдалеке Брандобург-лагорода. Вот традиционный символ. Мышка берлинская. Ну, бер, бер от названия города Берлина означает медведь. Ну, очень много здесь таких нюансов, которые предполагают, что русский медведь и немецкий бер, биолин имеют родственные связи. Ну, вот рейхстаг. Это его задний план. Огромное сооружение. Там вот, где такая арка, здание. Внизу находится река Шпрее. В общем, вот эти здания, которые вдалеке по перспективе, они все находятся на обратной стороне Шпрее. О, на макушке флаг Европейского Содружества со всеми звездочками. Ну, здесь тоже загородки, загородки, загородки. Вон, ну, туда уже подбираться я не буду. Там уже шумно. Покажу вам со стороны. Вон там видняется Грандебургские ворота. Да, помните, только сейчас мы были там. Вот эта линия, кстати, из камней на асфальте. Это отметка берлинской стены. Она здесь была вот так начертана. Ее сломали и оставили такую отметку. Вот город был разделен на несколько частей. Советская, Американская, Французская зона. Основной. Ну, четвертая еще какая-то была зона. ГДР. Им тоже четвертушечку дали. Там уже, по-моему, концерт начался. Мне интересно, где же стоит основная елка города в этом году. Потому что на прежние годы ставили елку в КДВ. тут самый знаменитый магазин Kaufhaus des Westens сокращенный КДВ. Ну, самый такой, считается, дорогой. И там всегда стояла красивая елка на входе. Прямо. В этом году ее не было и в прошлом году ее не было. Какие-то наступают интересные времена. А я посмотрела видео на YouTube как украшена Москва. Москва в последние годы украшена очень красиво. В общем, есть такие сведения, что Москва будет... святой Русью через несколько лет. Единственное, что только людям надо немного подтянуться и повысить свое сознание тем русским людям, которые там живут. Ну и прочее. Ну, конечно, может быть, даже и грядут непростые времена, но будущее очень светлое вырисовывается потом. Вот, рестак, грандиозное сооружение. Вот, видите, какие люди здесь идут, маленькие. И какой рестак. Огроменное здание. Мне нравится это сооружение. Покажу потом издалека. Ну, вот, рестак. Ну, вот такая елочка. Ну, как-то в этом году скромно. Не выделают много денег в этом году Германии. Почему-то на украшение. Скромновато везде. Ну, вот, мой обзор предновогодний подходит к концу. Я еще вам покажу шлос Дель-Вю на моем пути. На берегу реки Спрея. Ну, вот здесь пустовато. Вот это плосик перед Рейхстагом. Раньше мне говорили местные жители, что здесь было вообще футбольное поле, здесь дети играли. Ну, а сейчас здесь просто газон. Может, со временем еще что-то построим. Ну, вот, рейхстаг. А мы идем в сторону замка Бельзи. Кстати, вот этот человечек на светофоре, который на зеленом идет, на красном стоит. Это символ Берлина. Хотя он у нас в Советском Союзе везде тоже был. В общем, кто у кого это позаимствовал, так сказать, под вопросом. Но этот Ампельман здесь есть специальные магазины, где продаются все сувениры с этой символикой. Так, ну, вот с этой стороны тоже все перекрыто. Все. Ну, пока людей, вижу, пропускают. Вон, только сумки проверяют. Да, люди проходят туда. Но везде полицейские. В этом году прям получается так очень строго. Очень строго. вот это дворец культуры народов всего мира. И здесь какая-то выставка называется Das Noe Alphabet. Новый альфа альфавит. С 10 по 13 января. Интересно. Может быть, даже схожу, что это там они придумали для нас какой-то новый алфавит. Постоянно что-то придумывают для нас. Ну, а здесь еще раз весь парк перегорожен со всех сторон вот этой вот металлической сеткой. А мы продвигаемся дальше в сторону дворца Бельвю. Бельвю в переводе с французского. Бельвю в переводе с французского. означает красивый вид. Ну, здесь елочка тоже симпатичная. Ну, почти такая же, как около Эстага. Даже красивее. В общем, Бельвю – это замок, официальная резиденция президента Германии. Не путать с канцлером. Здесь есть и президент. но он его функции – это переговоры с другими странами. В общем, он себя не афиширует на телевидении и так далее. Ну, все знают, что есть и канцлер, и президент. Ну, вот, дорогие мои, на фоне замка Бельвю хочу вас еще раз поздравить с наступающим Новым годом. Всех моих друзей, недрузей, всех, 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 кто смотрит это видео, я поздравляю с Новым годом. Пусть Новый год 2019-й принесет вам только радость, счастье и исполнение всех ваших заветных желаний. Всего наилучшего вам в Новом году. Всего хорошего.